Как показывает опыт, а этот опыт большой, в течение первых нескольких часов, это где-то 6-8 часов, обращается за информацией, мы их называем информационными звонками, интересуется где происходит, что произошло, количество жертв и так далее, это первые информационные звонки, разумеется, спрашивают, где находятся пострадавшие, погибшие и так далее. И вторая часть звонков, тоже информационных, люди интересуются, а что это за помощь и какую систему государство предлагает. Далее за ними, ну это и вчера подтвердилось, уже следуют вечером звонки пострадавших, те, которые непосредственно были там, но это те, у которых нарушается сон, то есть процесс засыпания, появляется страх, тревога, опасения, они вот вечером начинают звонить, это вчера и было, и сегодня продолжаются те же звонки, и помимо этого звонки тех людей, у которых возник страх выйти на улицу, пройти в метро и так далее, воспользоваться там различным видом общественного транспорта. Следующее, также появились звонки, обращения вторичных жертв. Вторичные жертвы, это те лица, которые не были в эпицентре чрезвычайной ситуации, но они узнали об этом из СМИ, узнали от соседей, знакомых и так далее, но эти люди достаточно впечатлительные, и поэтому вот так эмоционально реагируют на происходящее. К вторичным жертвам относимся мы с вами, то есть те, которые не находились в эпицентре чрезвычайной ситуации во время самого таракта, но очень много общаются по службе с теми, кто пострадал, с их родственниками и так далее, то есть и врачи, и, разумеется, и спасатели, и, я подчеркиваю, журналисты, которые постоянно освещают вот такие вопросы, связанные с гибелью человека и со стрессовыми ситуациями, относятся ко вторичным жертвам. Это то, что касается, кто звонили. Вторая часть оказания помощи, это помощь амбулаторная, очная, то есть вначале вот врачи беседуют по телефону, объясняют ситуацию, что с ними произошло, имеется в виду, какие расстройства есть у пострадавших, в чем они могут выражаться, и при необходимости, и, разумеется, согласие обратившегося, приглашают его на очную консультацию. Очная консультация тоже организована круглосуточно, но мы ожидаем, что обращаться будут, уже обращение будет сегодня, завтра. Вчера обратилось всего два человека. Сегодня уже просили, вчера записались 11 человек, возможно, из них придет где-то 8-10, ну и, возможно, сегодня будет это количество тоже нарастать. И третье, если будет необходимость, необходимость и с обоюдного согласия будет предложено стационирование. Это не обязательно к нам в центре, речь идет о других учреждениях, отделениях реабилитации, санаторных отделений и так далее, куда могут обратиться, могут быть стационированы пострадавшие на определенное время, на время реабилитации. Обычно спрашивают, вот, а какие могут быть общие рекомендации? Дело в том, что общие рекомендации нужны тогда, когда службы нет. И вот представьте себе, если бы задавали вопросы врачу, а какие общие рекомендации при аппендиците? Общая рекомендация при аппендиците – идти к врачу. Вот точно так же, если стресс возник, есть система, можно обращаться, она, я еще раз подчеркиваю, анонимная, бесплатная, круглосуточная, обратиться к специалистам, и они посоветуют. Потому что иногда рекомендуют там на стойку валерьяны, на стойку пионы и так далее, но когда рекомендуют близкие или соседи, это хорошо в каких-то житейских ситуациях. А в ситуациях, когда наступает стресс, надо обращаться к специалистам. На 8.00 сегодня утра было 563 звонка, при том по характеру. Больше половины звонков в первую половину дня вчера это были вот как раз информационные звонки. К вечеру появились звонки вот уже родственников и тех, кто не могли вечером заснуть, имели нарушение сна. Сегодня с утра появились звонки уже вторичных жертв и появилось, правда, небольшое количество звонков наших психически больных, у которых имеет место обострение своей симптоматики в связи с вчерашним стрессом. Страх будет ощущаться в течение 2-3 дней, и это нормальная реакция. Надо обращаться на горячие линии и так далее. Во-первых, по собственному усмотрению, если человек считает необходимым. Во-вторых, если от этого страха наступает дезорганизация деятельности. Что имеется в виду? Если человек приходит в метро, и он не может в него войти, например, то есть страх настолько одолевает, конечно, надо обращаться. А в целом в течение первых трех дней, о чем я и говорил, вот эта острая реакция на стресс, она длится 3 дня, через 3 дня это проходит. Если это не проходит в течение трех дней, надо обратиться к врачу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин